Волга страдает от плохо очищенных стоков. Причина устаревшее и изношенное оборудование. В 2020 году по национальному проекту «Экология» в Самарской области реконструируют очистные сооружения в пяти прибрежных городах. Объем сбросов в Волгу должен сократиться на 14,5 миллионов тонн. За модернизацией Сызранских очистных пристально наблюдают в областном правительстве. Ход работ осмотрел глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Василий Мишин. «Замечательный проект «Оздоровление Волги», который нам просто позволяет сократить сбросы неочищенных стоков. На сегодняшний момент Сызрань, очистные сооружения, уменьшат сброс стока на 11 с лишним миллионов тонн. Это очень хороший показатель». Министерство энергетики выделяет более 200 миллионов рублей на работы в Сызрани. Их начали в октябре прошлого года и ведут с опережением графика. Самое сложное было одновременно укладывать новый трубопровод, не прекращая работу старых очистных сооружений. «Выполнены колоссальный объем работ за короткое время с большим качеством. Совершенно новые оборудования, совершенно новые и современные материалы применены, которые не поддаются коррозии и которые позволяют проводить технологический процесс в достаточно высоком уровне». «Теперь установлены трубы из нержавеющей стали, которые должны служить десятки лет. Все городские районы уже подключили к станции первичной очистки. Работают новые радиальные отстойники, павильон песколовок и отремонтирована насосная станция». «Наша организация установила современное оборудование, в котором даже нет в других больших городах, мегаполисах. Происходит очистка до такой степени, что мусор не проходит даже 5 миллиметров. Остальное все остается на решетках. А чистая вода практически уходит уже в первичные радиальные отстойники». «Старые радиальные отстойники реконструируют. Причем здесь предусмотрен большой запас в мощности оборудования». «Если сейчас где-то стоков идет около 60 тысяч в сутки, то очистные запроектировали с увеличением в два раза до 125. То есть на перспективу развития и строительства города это в приблизительном сроке где-то лет на 50». Следующим этапом станет создание станции ультрафиолетовой очистки. Если до сих пор стоки хлорируют для нейтрализации микроорганизмов и хлор неизбежно пагубно влияет на флору и фауну Волги, то в ближайшем будущем в Сызрани будут ультрафиолетовым излучением делать стоки безопасными. Не забыли также о проблеме с канализацией в поселке Новокашперском. «Что касается городского округа Сызрани, да, у нас запланирован на следующий год очистные сооружения Новокашперским. Уже есть проектное решение, уже есть сметная стоимость. Сейчас идет согласовательный процесс с Министерством строительства Российской Федерации. И до следующего года, да, я надеюсь, что, не то что надеюсь, мы обязательно приступим к замене очистных сооружений Новокашперским». Первый этап реконструкции завершится в октябре, и министр энергетики отметил, что Сызрань в модернизации очистных сооружений по нацпроекту «Экология» опережает все другие города-губернии. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.